Вот у меня есть тепловая дизельная пушка 16 киловатт, заправленная зимним дистопливом, стоящая на этом балконе этой лоджии. Эта температура в лоджии, лоджия застеклена. Вот мы из пушки качнули немного соляры. Вот такие красивые гирлянды парафина, плавающие в этой соляре. Соляра такая красивая, тягучая. Что чувствует дизелист? Зимой обнаруживаю в соляре такой сюрприз. На всякий случай засниму, как у нас сегодня работает дизельная техника. Он ее не впрыскивает. Он ее откусывает и выплевывает, не пережевывая соляру. Это температура на улице. Вот у нас есть добавка в дизельное топливо. Райоплатинум. Вот мы набрали шприц, немного добавки. Капаем. Кстати, вот из соляра и шприца с трудом выдавливалась. Я ее разбалтываю. Вот я в шприц набрал из пушки еще соляры. Второй образец это соляры в бутылечке с добавлением платьеву для езиного топлива. Вот здесь даже отсюда видно. Точнее мы видим, что в шприце без добавления она более такая густая и галлеобразная. И парафины большими комнями. Большие фрагменты парафинов лежат. Их видно вот они. Точнее образец номер один. Соляра с добавкой. Ведет в себя бодрее. Выпихаются жиже. Фрагменты парафинов стали мельче. По структуре мельче. То есть ощущение, что они вот растворились. Сейчас я из шприца влюбил остатки этой гелевой соляры в наш флакончик. Делав все одним образцом. Давлю на шприц. Со всей силы пытаюсь его продавить. Два дня назад, выходные ночью, на крузере. Выдивлялись, почему он у нас в гору не тянет. Продавили. Здесь это у нас гель. В течение недели уже парафина. Закрутили, разбалтываем. Там у нас, напомню, такой же дистопливый. Немножечко добавки в дистопливый. Вот это вот. Ведет в себя пободрее. Булькает. Парафинчиков тут. Немножко есть кусочки, но они все внизу. Теперь пробуем набирать и выливать. Видно, да, что льется? Уже более однородно и равномерно. НВД работает. В общем, вот, желтенькая, мудрая парафинчик внизу. Чуть-чуть. Булькает, плечется, льется. Прошел пальцы греть. Теперь мы выставили образец с солярой, разбавленной добавкой в топливо и платину. Снимем снег на морозы. Достаем. Вот какой-то кусок у нас есть. Видно, я в ленизе осел. Но, в целом, булькает течет. Булькает течет и даже течет по внешним стенкам. То есть, какая должна быть соляра такая противная. Везде проникающая, везде пролазящая. То есть, вывод заранее обработанное топливо, то есть, залитое заранее в топливо добавка ройл платином для дизельного топлива, даст больше эффект, чем добавка ройл платином, залитое в бак, когда соляра уже замерзла. Это первый пункт. Второй пункт, если соляра замерзла и залить добавку ройл платином для дизельного топлива в бак, то из галлеобразной консистенции он ее все-таки переведет в более жидкую, отчасти растворив или уменьшив поросиновые пробки. И будет то, что произошло с нами в эти выходные, когда у нас крузер с трудом доехал до Ачинска, 160 километров, заправившись. Солярой не буду говорить на какой заправке. В Ачинске мы хотели его бросать, это было 10 вечера, потом залили в полный бак флакон добавки в соляру, руками крузер вчетвером пошатали, поболтали и все-таки доехали до Черногорска. Причем из расходов где-то четвертую-пятую часть соляры, то есть упавшую стрелку, когда стрелка упала на одно деление, крузер побежал бодрее и в горке уже не кис, а более-менее ехал. Вот она льется, капает, прям через пробку проливается. Все.